Бессмертный полк каждый год начинает шествие в 10.30, но каждый год люди приходят сюда за несколько часов до начала. Нарядные барнаульцы с георгиевской лентой, дети в пилотках с шариками, звуки гармонии. В общем, праздник здесь начинается с самого утра. С чувством радости, восторга ждали этот день. Ну он дошел до Берлина, вернулся с победой. Бессмертный полк становится уже семейной традицией. Вот скажите, пожалуйста, вы здесь с семьей, правильно я понимаю? Да, конечно. Так, это ваш сын? Да. И, наверное, правнук того, кого вы несете? Правнук смелый был, очень сильный, потому что ушел туда добровольцем и вернулся все-таки живой, потому что участвовал во многих сражениях. А если бы, не дай бог, сейчас началась война, ты бы осмелел и пошел бы добровольцем? Ну да, конечно, потому что, ну, дедушка же пошел. Похоронка пришла почти сразу. А что бабушка о нем рассказывала? Какой он был человек? О, она всегда его искала, долго ездила, искала, находила тех людей, которые с ним последние видели его перед боем. Кстати, сначала было предложение, чтобы бессмертный полк прошел по пути отправления барнаульцев на фронт, то есть от военкомата до вокзала. Но затем все же решили провести бессмертный полк по главной площади города. И придумали две точки сбора. Это Институт культуры и кинотеатр России. Но затем люди стихийно придумали еще одну точку сбора. Это пересечение проспекта Ленина и улицы Молодежной. Сюда приходят те, кто хочет идти во главе колонны. И, судя по плотности толпы, мы на этом месте. Мне хотелось бы, чтобы вообще-то наш народ не забывал, чем нам досталась эта война, чего она нам стоила. Вынесли на своих плечах горе, беду, страх, голод и потери войны. Подвиг нашего народа на века, навсегда. Главный путь бессмертного полка вдоль главной площади 400 метров. Но если посчитать начало построения колонны, шествие до финальной точки выйдет километр. Целый километр. 9 мая люди идут вместе со своими героями. Смотрю и думаю, как хорошо, что память живет. Миллионы, миллионы героев, которых мы потеряли. Но хорошо, что люди помнят и читают. Не надо. Миллионы, 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 миллионы. Финальная точка шествия – площадь Сахарова. Здесь обычно люди пишут слова благодарности, имена своих героев на стене победы. Но в этот раз инсталляция красной нити истории «Связь поколений». Что сын их больше не вернется и не приедет по гостям.